sky world community это транспорт будущего и сегодня на нашей встречи вы узнаете все самое важное о данной технологии о данном народном проекте о том как люди из разных стран мира более 200 стран более 500 тысяч человек объединились вместе чтобы создать новую транспортную отрасль для всего мира и являться совладельцами этого самого могучего в перспективе бизнеса в двадцать первом году но главная задача этого полная экология наилучшие характеристики при наименьших затратах никакого вреда и максимум пользы с максимальной скоростью которые позволят могут позволить наши технологии для того чтобы человек 21 века действительно развивался так быстро как он может и мы находились на нашей планете на первом уровне там где сейчас все заставлено машинами и железными дорогами там будет место для жизни именно с помощью транспорта второго уровня струнные технологии анатолия эдуардовича юницкого и эти 500 тысяч человек за пять лет без банков без крупных корпораций без государств а конкретно сами люди потому что именно сам народ своей массе на планете больше всего заинтересован в эффективном транспорте безопасном транспорте экологически чистом и мы вместе уже дошли до 14 этапа из 15 представляете 14 этапов сложнейших действий сложнейших сертификаций создания конструкторских бюро офисов полигонов где мы строим испытываем демонстрируем и сертифицируем трассы и мы уже на завершающих стадиях и даже при том что проект еще не закончен то есть еще не вышел на самофинансирование под тем сертификатом которые у нас есть и под тем доказательством преимуществ нашей технологии с нами уже на официальном уровне работают государства и уже есть первых четыре адресных проекта и конечно же не получится пересказать вам всю информацию которую я знал за пять лет в течение часа поэтому пожалуйста развивайтесь интересуюсь посмотрите интервью с анатолием юницким об итогах двадцать первого года и вы точно поймете как обстоят дела у такой прекрасной народной технологии которые владеют люди и которые люди же будут продвигать и хотел бы сразу вам сказать это первый из семи огромных проектов и как только он будет закончен докажется миру факт эффективности развития проектов таким образом с помощью людей и когда они же в течение всей жизни с передачи по наследству будут владеть этими производствами это поддержание финансирование инвестирование каждый может назвать по-своему но это не какие-то криптовалюты либо акции уже существующих компаний которые чуть-чуть двигаются и в общем целом их продукция не меняет состояние нашей планеты и жизни человечества так вот технологии анатолия эдуардовича все которые меняют жизнь в лучшую сторону и причем не только человека и человечества а всего живого на земле ведь человек это лишь один из 12 миллионов видов живых организмов на нашей планете просто самый-самый влиятельный и поэтому от нас идет самое большое изменение планеты но на нас же и ложится и ответственность главная ответственность чтобы наш дом оставался рай давайте познакомимся поближе меня зовут артем курбанов я из города даугавпилс я всю жизнь занимался творчеством всю жизнь хотел и делал этот мир лучше объединял людей собирал их вместе делился знаниями передавал то что сам узнал то что действительно может быть полезно другим людям как и мне и однажды расширяя свои возможности я узнал о международных проектах что можно делать подобные добрые дела на планетарном уровне и оказалось что таких проектов тысячи и уже в пятнадцатом году более 35 миллиардов долларов было собрано просто людьми друг другу помогают для того чтобы создавать что-то полезное и важно для всей планеты и изучив сотни подобных проектов я нашел лучший именно о нем я сегодня вам расскажу потому что когда я о нем узнал еще не ездил не один транспорт только первые трассы строились то скажем уже часть была построена а сейчас узнавая все это как развитие происходит кто такой анатолий эдуардович виницкий и всю его экологическую систему эко мир из серии технологий инновационных я понял что это один из самых важнейших проектов в истории человечества особенно сейчас когда мир находится в таком состоянии потому что анатолий эдуардович может дать и транспорт устойчивые дома которые сами себя обеспечивают гумус восстановление почвы электроэнергия чисто которая хватит людям более чем на пять тысяч лет линейные города эко-поселения и экологические технологии для земли а вынос вредных технологий в ближний космос это все он уже конспектировал и представлял в течение 40 лет постоянно улучшая и недавно получил премию мира в братиславе словаки в 2018 году за всю серию технологий так что дамы и господа перед вами лишь маленький цветочек который почти распустился а ягодки и серьезные плоды ждут нас же очень скоро стоит просто следить за тем что происходит ведь полную информацию для вас предоставляет компания sky world комьюнити и в моем лице тоже и вы всегда можете написать на корпоративную почту она будет у нас в чате если вы прокрутите чуть выше и связаться либо с теми кто пригласил вас на эту встречу и узнать больше информации о том как вы можете это использовать но я всегда рад служить и к вашим услугам преподать передать знания которые изучил сам только за более краткий срок и поскольку время действительно один из самых важных ресурсов человека невосполнимый поэтому посмотрите пожалуйста на эти побуждающие факторы по факту каждый из этих факторов может быть улучшен в вашей жизни или жизни других людей с помощью компании sky world комьюнити и развитие экологических инновационных технологий проверил на себе и это действительно особенно последний пункт для меня больше всего важен потому что будущее нашей планеты действительно в наших руках тот мир в котором будут жить наши дети зависит от того как мы будем использовать это и конечно же как говорил один очень важный мудрец чисто не там где убирают чисто там где не сорят поэтому переход на новые виды технологии они обязательны и запланированное устаревание которое введено искусственно для того чтобы с каждого продукта получать больше прибыли оно не должно влиять на планетарные технологии которые делают жизнь с каждого человека более эффективны зачем нам пересаживаться снова на железную дорогу например как если мы могли летать или как сейчас все другие виды транспорта при 8 миллиардах человек уже перестали быть эффективны они не удовлетворяют наши потребности поэтому новый вид транспорта изначально и разрабатывался чтобы неважно 8 9 или 10 нас миллиардов человек здесь будет на планете этот транспорт справится с каждым регионом с каждым пассажиропотоком и самым маленьким и самым большим наших мультимиллионниках там где десятки миллионов человек мы можем все мы же творцы и нас 8 миллиардов самая мощная сила люди и именно в объединении поэтому спасибо большое дорогие друзья что вы сегодня здесь что из 8 миллиардов именно сегодня нашли вы время агнеса александр василиса настя алкинс патриция большое вам спасибо за ваше внимание ведь всюду куда направлено ваше внимание то и растет и это конкретный факт нашей жизни и сейчас наше внимание направлено на революцию в нашем мире объясню почему это касается каждого во первых каждый может в этом участвовать раньше такого не было а сейчас каждый может часть частью этой технологии быть совладельцем ускорить ее то есть ускорить положительные изменения в мире и технология мы от нее никуда не отвяжемся мы уже не пойдем как в фильме аватар по развитию так скажем более пола контакту с планетой чтобы она прям с животными и с планетами на серьезном уровне разговаривать хотя в эту сторону тоже сейчас часть нашей планеты двигается но тем не менее мы создали технологию это наше детище техногенная сфера и мы ее развиваем по ходу дела как развиваемся сами но сейчас наша техногенная сфера разрастается настолько сильно что перестает быть только положительный это скажем перестается чувствоваться только положительный эффект а начал чувствоваться очень негативный эффект и люди в любом случае должны модернизировать это наш рост идет у нас появились так скажем после разных технологий жизнь серьезно изменилась и каждый человек сейчас может участвовать в том чтобы сделать перелом а каком перелом я говорю смотрите у нас был второй технологический уклад это металлургии железная дорога в течение суток когда появилась железная дорога кирками и лопатами стоили 30 километров в день то есть невероятно быстро когда это было необходимо всей планете а струнный транспорт какую так скажем пользу приносит в десятки если не в сотни раз больше чем железная дорога при и при наших технологиях то есть это может быть очень быстро выстроена появилась электроэнергия мир начал жить по-другому потому что появились другие мощности потом четвертый технологический уклад нефтехимия автомобилестроение то есть революция за революцией и сейчас мы живем в пятом технологическом укладе это виртуальная реальность интернет и гаджет это тот мир который мы знаем сейчас и получается мы сейчас делаем все очень быстро все что связано с информацией мы распространяем и получаем информацию очень быстро разговариваем по телефону с другим континентом по видеосвязи можем с концом с другой части нашей планеты разговаривать средства деньги пересылаем за секунду то есть все что связано с информацией у нас идет быстро и мы встали именно физически передвижение грузов и пассажиров сейчас определяет скорость эффективность людей и скорость развития людей и именно это самое первое и самое актуальное изменение которое анатолий эдуардович решил принести миру направить все внимание на это и реализовать 15 этапов чтобы у нас был междугородний транспорт и городской транспорт причем скорости 150 и до 600 километров в час представляете когда у всех людей есть такой транспорт в свободном доступе насколько каждый человек может быть эффективен и эти компании которые сделали тот мир который сейчас это наши гиганты потому что их капитализация то есть увеличение от маленькой компании они делают что-то полезное продают развиваются и становится все больше 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 капитализация невероятная например у алибабы 100 долларов за 18 лет капитализировались в миллион 782 с половиной тысячи то есть это реально историческая статистика а почему эти технологии были нужны людям появилось много информации двум ребятам дали 100 тысяч долларов и создалась компания google а теперь она настолько важна и так сильно разрослась то есть информация apple компьютеры алибаба покупки продажи в интернете так скажем товары microsoft операционная система walmart интернет кошельки boeing то есть вот эти компании они сделали тот мир который мы знаем сейчас и они сейчас одни из самых прибыльных одни но самые большие дивиденды одни из самых больших дивидендов и огромная капитализация так представьте нам не рассказывали когда начинались эти компании нам так как сейчас мы с вами встретились в онлайн комнате при том что каждый у себя дома с кружечкой вкусного кофе отдыхает и обучается при этом новой информации для того чтобы сделать жизнь себя и вокруг себя лучше тогда никто так не делился и тогда нужно было очень много знаний чтобы понимать что это будет важно что это будет развиваться потому что он как в компании apple рон усомнился через две недели и продал свои 10 процентов акций за 800 долларов а сейчас это 500 миллиардов ой 55 миллиардов прошу прощения 55 миллиардов из 800 долларов а это просто технология была нужна планете и поэтому радостно сказать что все эти технологии компании которые перед вами меньше будут чем технология струнного транспорта при том что она самая маленькая из серии анатолия эдуардовича эко мира и перед вами не просто какой-то концепт какая-то программа или так скажем это вещественная технология физически она создается физически приносит пользу и на сотни лет вперед так скажем изменит то есть даст нам огромную базу которую не нужно будет менять потому что этот транспорт будет автоматизирован полностью и по электроэнергии сама трасса тоже сможет принимать на то есть мы создаем закрывающую технологию технология полностью автоматизирована поскольку сейчас эра искусственного интеллекта качеств алгоритмов которые сейчас загружают просто феноменальный сейчас можно делать действительно умного робота вот у нас будет такой транспорт который полностью исключит все ненужное и даст все те преимущества которые необходимы человеку двадцать первого века перед вами как уже почти полностью сформированная компания огромное количество сертификатов сотрудничество с разными странами три завода по производству с наикачественным оборудованием и это сделали люди вместе и вы можете это посмотреть было 19 международных выступок по всей планете в беларуси есть экотехнопарк получается умеренный климат в объединенных арабских эмиратах будет экофест там тропический климат я сам катался на разных видах транспорта и разных видов трасс было в беларуси и в арабских эмиратах мы создаем будущее только когда находишься в арабских эмиратах кажется как будто все нормально как будто так и должно быть абсолютно прекрасно вписывается в пустыню или рядом в инфраструктуру именно такого масштаба как делают арабы потому что у них все масштабно и они заинтересованы в этом транспорте не потому что у них очень много денег потому что есть огромные возможности а именно потому что они хотят лучше они ищут лучшие самые уникальные решения которые действительно перспективны всех остальных и тогда стоит задуматься почему у нас на государственном уровне из рта с министерством транспорта есть официальное сотрудничество и уже даже после десятого этапа когда мы представились в арабских эмиратах на фьючер сити шоу 2019 города будущего одна из семей увидела что уже мы успели сделать при том что у нас еще в тропиках сертификатов не было и сразу закрыла целый этап 25 миллионов чтобы ускорить данную технологию и дать ей более быстрый старт а сейчас в арабских эмиратов очень много делегаций и с ближнего востока и вообще со всего мира поскольку недавно был экспо 2020 и там были делегации действительно чуть ли не с каждой страны очень много из них приехала в наш юни skystream technology innovation center люди уже не могут отрицать что данная технология очень очень скоро начнет застраивать наши прекрасные города вопрос только какие страны включится в это первые потому что здесь есть решение абсолютно для любой страны для любой температуры для любого ландшафта уже сейчас даже не при завершенной технологии представляете 400 метров между опорами а между опорами может быть река озеро дома овраги что угодно а наш транспорт беспрепятственно устанавливаться в любое место и может доставить нас в любое место затратив минимум энергии минимум времени человеческого ресурса только лучшие характеристики анатолий эдуардович пытался привить данные технологии потому что понимал что наши транспорты например портовая часть слишком медленно не удовлетворяют то есть это очень дорого и очень медленно это может идти недели может месяцы и каждый простой каждый день простое в каком-нибудь порту стоит может стоить до миллионов потому что они перегружены логистика обмена грузом распределения его перегружена она устарела она больше не справляется потому что все основано на первом уровне который конечен есть определенное количество площади суши и при десяти миллиардов человек и вообще при такой при таких технологиях вообще не будет места хотя при технологиях ленинского можно заселить без проблем огромную часть мы можем жить более 10 миллиардов на нашей планете поэтому этот транспорт нужно менять но у нас есть самолеты но если вы подумаете какое количество топлива тратится сколько все это стоит какое количество времени вы затрачиваете на весь процесс добора парковки сдачи багажа ожидания и так далее и так далее и так далее и второе но не менее важное какой вред оставляет планете сжигание такого количества топлива и представляете перед вами аэропорт умножить на 20 это количество самолетов а может и больше может и нас 30 40 можно умножить и это все в нашем мире это все уничтожает воздух который мы дышим и есть действительно эффективнее транспорт потому что кпд авиации не такое высокое очень большие затраты мы можем делать все безопаснее быстрее и можно сказать по поверхности земли лучше сказать на поверхности земли потому что по поверхности земли все за вырезано железной дорогой она нам помогала 150 лет и это прекрасно но к сожалению сейчас она неэффективна 15 км в час средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки и огромная проблема ну то есть аварийность шум то есть очень много деталей если просто не учитывать что 150 лет прошло пора бы уже заменять то есть мы уже про эксплуатировали ее в хорошем состоянии время следующей технологии и убрать это железные дороги также как и убрать асфальтные дороги в большей своей части там где они необходимы вы понимаете если уменьшится количество автотранспорта потому что большинство людей пересела на более эффективный то и в дорогах будет меньше необходимости поэтому данное количество удавок на нашей планете которые перерезают грунтовые воды пути иммиграции животных делают опасной поверхность для жизни там где должны люди флора фауна и человек жить вот это пространство его можно очистить и гумусом восстановить эту почву очень быстро чтобы она снова стала живой не как сейчас мертвая она снова начала давать кислород плоды это все в силах человека стоит лишь только поучаствовать в развитии нового вида транспорта хотя он так и так уже будет ведь нас 8 миллиардов человек на планете и уже полмиллиона более чем из 200 стран поддержали и почти реализовали технологию вопрос только будет ли человек ездить и наслаждаться всеми благами данной технологии или за то что он ездит он будет получать еще и прибыль и за то что все остальные есть и причем не только с пассажироперевозок но из грузоперевозок наши города не должны быть такими это не похоже на место для жизни людей это похоже на место для жизни машин и возможно не зная все информации которые есть у меня в голове по данному проекту и по всем технологиям юнистра вам можете сказать о слишком большая задача как это все изменить как такой город перестроить этой технологии струнные можно перестроить и существующие города потому что на любых высотах можно строить транспорт под любым углом по диагонали наискосок квартал проходить под углом так скажем по отношению горизонтали данная технология супер гибкая ну и конечно же для новых городов она подходит вообще идеально и данная технология сможет дать нам возможность жить в чистом городе там где ты будешь чисто дышать там где будет чистая еда расти то есть внутри города будет состояние и атмосфера жизни и это технология действительно может сделать подобное транспортные инфраструктурные технологии юниска и стрим технологии такой мир действительно гораздо приятнее и даже увидев то как выглядят наши полигоны которые уже готовы вы поймете что это гораздо более лаконично и когда рядом идет строительство идет транспорт и растут растения сады и все цветет ты понимаешь что вокруг тебя экология то есть в этом месте можно находиться можно жить двигается транспорт нету шума как от обычного транспорта нету загрязнений нету опасностей можно отпустить детей гулять и с ними ничего не происходит на территории где проходит этот транспорт потому что он не проходит в той же зоне он оставляет безопасный и чистый всю зону на поверхности нашей планеты только пешая прогулка должна быть в жизни человека в большем максимуме потому что это наше здоровье именно двигаясь мы побуждаем наше тело регенерировать обмениваться восстанавливаться и жить счастливо дальше дышать ведь можно сказать мы дышим нелегкими мы легкими дышит тело наше и наши легкие планеты это природа без природы мы не сможем жить здесь и этой философии пронизано тем что мы часть природы пронизаны все технологии анатолий эдуардовича анатолий эдуардович юницкий юницкая точка инженер вы можете посмотреть все его работы начиная 66 года человек положил всю свою жизнь для того чтобы с помощью эволюции наших технологий нашей техногенной сферы мы смогли вывести ее в действительно положительное русло чтобы развиваться а не деградировать чтобы созидать а не разрушать потому что его технологии действительно создают те технологии множество которые мы видим сейчас на планете уничтожают нашу биосферу без биосферы мы жить не сможем и все технологии анатолий эдуардовича направлены на спасение планеты потому что по его прогнозам буквально несколько поколений осталось до того пока мы не расшатаем так скажем устойчивую атмосферу нашей планеты что она нас просто начнет стирать огромными волнами торнадо то есть мы ее техногенными вибрациями и постоянным изменением воздуха хорошего на гарь и co2 мы ее душем и она расшатывается именно поэтому у нас так много катаклизмов происходит и действительно если не остановить как бы чисто не там где убирают чисто там где не сорят сделать технологии которые не несут такого вреда да возможно где-то они будут стоить дешевле где-то будут стоить дороже но у нас просто нет другого выбора жить в мире который может самоуничтожиться точнее понимаете он не самоуничтожиться просто в какой-то момент настанет точка невозврата когда мы не сможем уже восстановить до нормальных пределов это как и у тела есть например отравление мы же фрактальны мы же подобны наша планета живая и все технологии анатолий эдуардовича действительно особенно если вы посмотрите формула если вы разбираетесь ли вы инженер это гениальные технологии как в голову одного человека за одну жизнь получилось собрать и воссоздать такое количество полезного для всего мира и конечно же если вы хотя бы чуть-чуть окунетесь то кто этот человек вы с большим энтузиазмом изучите и эту технологию и другие потому что это ученый изобретатель который самого детства изобретает который создал более 150 изобретений написал более 200 научных работ более 20 монографий создал за пять лет невероятное предприятие которое по факту лет 20 нужно было бы строить у него все готово все продумано то есть он невероятный организатор и инженер-конструктор your welcome добро пожаловать узнать о эко мире потому что именно эко мир это наше будущее не на сотни лет на тысячи лет вперед потому что струнный транспорт в который как-то не могут даже поверить некоторые люди это самая маленькая самая понятная самая земная технология из тех которые есть у анатолия эдуардовича хотя он говорит что большинство это говорит если в советской школе учились хорошо физики и так далее понимали бы все что я здесь делаю потому что здесь все элементарно но нужно узрить взвесить аргументы и выбрать лучшее так и для каждого человека возможности данной компании данной технологии данного проекта skyworld комьюнити это сообщество единомышленников которые поняли что они просто сильнее чем одно целое нас больше мы хотим улучшать этот мир мы понимаем что это наше ответственность хотим чтобы в наших жизнях был действительно рай на земле чтобы этот рай перешел нашим детям и поэтому часть своей энергии часть своего времени абсолютно добровольно затратили на изучение того что же такое за проект а что что такое за человек который так много пережил так много пытались украсть технологию замять ее закрыть но тем не менее все равно именно с помощью народа поскольку технология для народа у нас получается ее реализовать именно по такому пути после финальной после окончания то есть мы за финансируем данную технологию закончим 15 этап и получается этой технологии уже больше не будет необходимо этой технологии никакая поддержка она уже будет развиваться самостоятельно есть все мощности и все а люди это сообщество которых уже более полмиллиона человек мы объединенно продолжим развивать следующие проекты завод по производству гумуса то есть производство экодомов производство так скажем городов вакуумное стекло и множество множество других технологий представляете люди осталь остаются в сообществе люди растут дальше знакомятся с понятием экология с понятием нашего дома начинают понимать что мы не так разделены странами на самом деле мы целый дом целый это замкнутое постранство мы грубо говоря находимся в одной комнате мы по центру так скажем этой комнаты все живое а дальше то что мы строим наши миллионы миллиарды машин заводы которые дымят жгут недры планеты забирают и убивают воздух что в некоторых городах городах уже дышать нельзя в третьих атомные электростанции дымят а потом травят нашу планету планету нашу землю с которой потом мы питание получаем с четвертой какие-то индивидуумы вообще пытаются воевать и убивать друг друга тратить на это свою энергию хотя как наверное всем известно те ресурсы которые были потрачены во вторую мировую войну и хватило чтобы построить каждому человеку по дому и не было бы на планете людей бездомных и другим людям то есть представьте только какой вообще всплеск так вот наша технология даже вот это самое первое сохранить жизни больше чем все катастрофы и чем все войны только даже новый вид транспорта а каждый кто уже знаком с эко миром с инвестированием с тем как это работает как эти люди этим занимаются они с каждым новым проектом будут знакомиться все проще и быстрее и конечно же вокруг вас постоянно команда людей которые объединены абсолютно экологическим внутренним желанием и чувством души чтобы все процветало и чтобы мы были в благополучии и изобилии именно так развивается эта технология потому что все на самом передовом уровне и абсолютно любой человек с любой страны с любого континента разговаривающий на любом языке и с любым менталитетом может помочь подобным технологиям подобным проектам по всему миру их тысячи вы можете найти то что вам интересно и стать частью этого внести свою масштабную лет в лепту именно в планетарное изменение я лишь вам рассказываю о том что по моему мнению самое важное и самое лучшее потому что весь эко мир анатолий эдуардовича включает все необходимое для жизни человека другие можно практически не развивать либо потом уже развивать просто и дополнять но то что вы увидите здесь то что вы поймете когда посмотрите то что делает анатолий эдуардович вся его разработка вы не сможете остановиться и не сможете не рассказать другим людям об этом потому что возможно вам покажется что это не невозможно вот хотя все испытания шаг за шагом каждая новость каждый день показывает что серьезней настроя быть не может и мы на международном уровне люди создали новый вид транспорта и он скоро заселит всю планету если вам кажется это невозможным то желаю вам приятного изучения и осознания насколько же все-таки сильны люди когда они объединены ведь по факту это же просто кажется невозможно создать новый вид транспорта хотя главная задача юницкий создал его оказалась проблема сертификации то есть главная задача нужна материя чтобы технологии создать попробовать все испытать продемонстрировать и тогда получить сертификаты что это все соответствует своим характеристикам это работает так это работает так тут столько циклов тут такая нагрузка и так далее именно эта задача вся сертифицировать все виды транспорта которые нам необходимы сейчас самые актуальные в течение 15 этапов все задачи были разделены на 15 частей сначала самые маленькие самые недорогостоящие в конце самые тяжелые сложные проекты и самые дорогостоящие и так скажем кусочек компании которые на этом этапе отдадут людям за то что они поддержали и таким образом люди увидели что собирается делать юницкий идеологии еще не было технологии вот так реализованы не было трасс не было транспорта но они поняли что он действительно делает что-то очень-очень важно и поддержали его набралась какая-то сумма сделалось все необходимо что можно на первом этапе и мы перешли на 2 далее снова продолжают люди видят о все работает все делается него кто-то говорит что у вас там не получится еще что-то блин ну идет же второй этап приходит финансирование снова сделаем и перешли на 3 потом то же самое на 4 говорит у вас не вы ничего не построите перешли на 5 построили у вас ничего не поедет перешли на 6 начала ехать у вас вот один транспорт и все сделали много видов транспорта и то есть каждый раз кто бы что ни говорил по задачам по новостям можно видеть что все идет своим чередом до такой степени что уже 14 этап то есть все процессы самые главные 14 этапов с 15 прочти пройдены а главное это сертификация и более 80 процентов я думаю где-то 80 процентов всей технологии уже сертифицировано именно поэтому у нас уже есть первые адресные проекты которые при том что мы еще не закончили технологию то есть 15 этапов финансирования уже будет приносить дивиденды потому что если в этом году у нас мы получаем наша компания которые мы совладельцы которые мы поддержали получает транжи за предпроектные работы и за строительство то значит в третьей четверти следующего года уже должны быть дивиденды то есть таким образом вы поддерживаете международную технологию которая развивается как бы и без вашего участия потому что есть конкретные управляющие люди но без людей ни один проект невозможен потому что именно только с энергией людей он реализуется в материи поэтому каждый важен человек сейчас и в будущем и 14 этап и 15 этап и следующие проекты дамы и господа я вас очень прошу хотя бы один раз поделиться с вашими близкими которые вы желаете добра этой информации пригласить на встречу подобное показать видео пусть у каждого человека будет собственное право один раз взвесить хотя бы один раз взвесить все аргументы и решить пройти мимо или стать частью будущего но понять что ты можешь стать частью будущего и изменить мир лучшую сторону можно только изучая если посмотреть одну встречу можно понять что-то но хватит ли аргументов чтобы действительно стать частью этого но чем больше вы будете изучать тем меньше у вас будет каких-то противоречий потому что вы увидите до какой степени каждая из технологий необходима до какой степени проработана каждая сфера в данный момент у нас более 80 конструкторских бюро которые каждый занимается своей деталькой транспорта уже целые штаты которые постоянно модернизируют в данный момент анатолий юницкого это получается уже пятое поколение транспорт то есть он постоянно его улучшает и то что мы представляем сейчас тот транспорт на котором я сейчас катался в арабских эмиратах в октябре либо сейчас в марте потрясающее ощущение и скорость с каждым разом увеличивается гораздо выше ну то есть очень большой прирост то есть работа происходит постоянно и это пассажироперевозки так скажем одна из частей которая поможет людям стать более эффективны не кому-то отдельно а прям в массе и за пять лет мы сделали 12 видов то есть 12 моделей некоторые даже в нескольких экземплярах то есть обычная компания может сделать за пять лет а иногда и за 10 один пикап и будет стоить от миллиарда до двух от разработки до рынка а мы за 5-6 лет сделали 12 а всего получается там еще больше транспортных средств плюс к этому еще и дороги разных видов и сертифицировали все эти вещи еще и станции стрелочные переводы то есть огромная инфраструктура еще и три завода сделали несколько офисов разных странах то есть скорость развития данной технологии вне всяких похвал так быстро никто и никогда не развивался наверное только китайцы могут которые сорока семи этажное здание за 12 дней строят но это и стоит определенных средств и это идут от государства а здесь мы конкретно чисто народом реализуем то что нам конкретно и нужно потому что те у которых те кто совладельцы или владеют другими транспортными отраслями им очень-очень-очень не кстати появление подобного которое нефть так скажем обрушит потому что мы на возобновляемых видах энергии с меньшей затратой самой энергии на передвижение ведь транспорты под любые задачи распределены очень разработаны очень хорошо маленькое количество материи мало нужны энергии чтобы передвигать потрясающая аэродинамика во многом лучше чем у самолета то есть они выглядят просто на самом деле они не проще чем самолет и на наших заводах на которых передовое оборудование некоторые станки по полмиллиона долларов а комы например из японии 3d принтеры с множеством колен лазерные резки и так далее и так далее то есть мы создаем продукцию наивысшего качества сейчас но на уровне на международном уровне потому что дамы и господа есть разница когда находишься например в какой-то провинции или по потом приезжаешь в дубай и на экспо и видишь какие технологии там представляются ты понимаешь на каком действительно уровне мир после поездки туда вообще нету никакого ноу-хау или сомнения что данная технология хорошо работает и ее можно спокойно использовать потому что инновационность зашкаливает в наших мультимиллионниках стоит только немножко поизучать и самые маленькие регионы самые маленькие деревушки смогут позволить себе подобный транспорт потому что он минимум занимает место минимум энергии минимум ресурсов планеты строится быстро работает четко даже если пассажира два человека или четыре человека либо восемь человек то есть под любые задачи под город где тысячи человек 5 10 либо 50 тысяч 100 полмиллиона миллион под любой можно разработать правильную трассу правильный пассажиропоток и есть еще так скажем разные местности разные температуры под все анатолий эдуардович сделал свои разработки в большинстве своем и все это так скажем реализовываем и честно говорю пробовав все на своем теле разные виды трасс разный видит транспорта мы делаем будущее причем мы делаем его прям настоящим прямо здесь а когда мы завершим скорость 500 600 километров в час сертификацию это вообще так скажем выведет мир на качественно другой уровень просто представьте вы можете с утра выйти из дома поехать в другую страну в другую столицу или даже через страну отработать там целый день и вернуться в этот же день не затратив много времени к себе домой или поработать в разных странах в течение одного дня то есть представляете насколько каждый специалист может быть более реализован при том что это передвижение будет гораздо быстрее и дешевле это то будущее которым устроен я сидел в этом транспорте и в берлине на выставке инотранс 2018 где было 183 тысячи квадратных 183 тысячи человек за так скажем огромные часть берлина это павильоны где ходят автобусы то есть по выставке и мы были там одни из лучших это действительно одна из лучших инноваций с наилучшей аэродинамикой то есть это лучше чем у самолета bugatti veron которая скоростная для набора очень высокой скорости у нее восемь раз хуже коэффициента аэродинамического сопротивления то есть мы здесь просто проходим сквозь воздух плавненько его расталкиваем проходит с каждой стороны одинаково нету сплошного полотна нету экранного эффекта сзади нету турбулентности юницкий понял что при передвижении с точки а в точку б главная затрата всей энергии это на разрушение сопротивление окружающей среды и он начал максимально убирать эти сопротивления потому что скорость может быть выше а затраты энергии меньше то есть эффективность в кубе растет можно так сказать и как прекрасно что человек это понимает человек это смог реализовать создать разработать а теперь еще и реализовать потому что он уже свои испытания проходил но дамы и господа это все пассажиропоток пассажиро транспорта то что людям конечно хорошо полезно важно это будет очень здорово но у нас же есть еще и грузовой транспорт самый дорогостоящий бизнес в мире и мы к нему готовы целиком и полностью потому что есть разработки и для месторождений где может быть сыпучие грузы как лента конвейера юниконты которые берут на себя абсолютно все виды контейнеров морские земные 20 40 футов то есть с помощью него можно перенять на себя практически всю грузоперевозку которые есть на планете сделать ее автоматизированный быстрый без застоев груза ты поставил на транспорт он поехал он не занимает нигде место и также и юнитраки например для штучных грузов для сыпучих грузов жидких грузов то есть вся работа с грузоперевозкой здесь вырезана на очень очень большой уровень и у нас уже эти транспортные средства проходят свою сертификацию часть из них прошло сертификацию характеристики которые показывают просто пробивают потолки в десятки раз лучше чем то есть когда общая система работает десятки раз лучше чем наши грузоперевозки сейчас особенно контейнерные привоз то есть помните самый дорогостоящий бизнес просто перейдет люди когда-то пользовались пейджером но потом появился мобильный телефон и они перешли потому что это лучше со временем пришел смартфон и люди перешли на смартфоны потому что это удобнее больше функций и так далее то же самое перейдет и здесь люди сами начнут переходить особенно те кто занимаются грузоперевозкой передачей грузов и платят кому-то за перевозку они смогут гораздо дешевле один доллар за 100 тонн на километр это феноменальная цена для перевозки груза и мы сможем ее делать экологически чисто очень эффективно и безопасно в этом очень заинтересованы и особенно и арабские эмираты потому что они понимают какие возможности появятся у страны которая первая в течение первых лет больше всего закажет у себя проект будет просто взлетать одну представляете экономика страны где все передвигаются между городами 600 километров в час и все грузы и в городах 150 километров в час по всей стране а и либо соседняя страна где еще старый транспорт разница будет видно уже и думаю даже через несколько месяцев но вот отчет за год уверен введет в полный шок сообщество мировое и адресные проекты посыпятся в нашу компанию просто невероятным масштабом потому что всем необходимы эффективность особенно в 21 веке ну смотрите у нас же есть и морской порт это еще одна из технологий как сделать порт порт на шельфе моря чтобы не нужно было тратить огромные ресурсы и время на изменение ландшафта где вода примыкает к суше так скажем вот в этой вот части чтобы мог подойти к краю суши большой например корабль если мы делаем на шельфе моря все эти земляные дорогостоящие работы особенно там где вода граничит с водой еще дороже мы все их исключаем это в этом всем нет необходимости потому что руб любой вид корабля подходит к морю такой вот можно сказать плавучий станции на шельфе моря построены по струнным технологиям сгружают контейнер на юниконд и юниконд получив задание сам уезжает в сторону материка направляется в нужную страну в нужный распределительный пункт там пока еще у нас есть и автотранспорт и такое он будет например доезжать до доехал до берлина на границе с берлином где-то переменимают например грузовики или кто-то еще данный контейнер довозят до места либо уже они напрямую идут когда наша система развита то смотрите у нас нету простоев у корабля нету простоев он работает нету огромной площади которая заставлена столбами в три четыре в пять контейнер не ездит огромные шалоны поездов у которых в два этажа вагоны и то есть не мы не платим за это потому что конечный потребитель платит за это а тут получается быстро доставлено чисто энергии потрачено мало места потрачено мало до нас дошло чуть ли не мгновенно и мы за это заплатили меньше это плюс для каждого человека но представьте как это все еще украшается когда на основе это еще и ваш бизнес высот совладелец данной технологии это то что предлагает анатолий эдуардович он предлагает всем людям менять нашу планету в лучшую сторону и предлагает проверенные технологии развивайтесь интересуюсь пожалуйста тогда вы узнаете про линейные города про то как мы будем жить в единении с природой целыми кластерными поселениями то есть может быть линейный город кластерного типа кластер небольшой от 1000 например до 5000 человек и он устойчивый что это значит там работают закрывающие технологии все что может делать не человек делается не человеком и сама себя система полностью питает и обеспечивает по центру есть электростанция чистая энергия гумус точнее бурый уголь сланцы планеты а на выходе получается чистая электроэнергия для всей планеты и биогумус с помощью которого можно делать цветущие райские сады вокруг нашего жилища так же как и горизонтальные небоскребы которые могут производить и давать нам все необходимое для нашей жизни дамы и господа это потрясающее будущее которое уже сейчас анатолий эдуардович даже при том что еще 15 этап первой технологии не закончен он сейчас вовсю уже представляет в арабских эмиратах потому что там партнеры действительно серьезные они видят что стоит сотрудничать будет гораздо быстрее эффект от этих экологических технологий тем более что анатолий эдуардович идеально расходует материал он делает все за минимальные ресурсы то есть максимум эффекта за минимум ресурсов и времени также и его города мы будем использовать минимум от природы и если мы забрали площадь мы будем ее возобновлять зелеными крышами то есть все взаимозаменяемое все сделано так чтобы мы с природой жили в содружестве тогда она будет нас одаривать всем чем необходимо при правильном использовании планеты на планете не может быть голода вот но не может это как будто чем больше я узнаю как будто это искусственно сделано чтобы можно было так дорого продавать еду чтобы людям не хватало денег на не знаю на развитие на путешествие и так далее то есть какое-то сдерживание финансов те кто очень сильно богат и продолжают дальше вытягивать деньги становятся еще богаче а средний и нижний класс люди которые хорошо жили с тем что происходит мире начинает все уменьшать свое благосостояние так вот все эти технологии направлены на то что наш мир и наши технологии помогали нам жить освобождали нам время забирали нас всю вредную работу всю опасную работу всю монотонную работу оставили человеку творцу подобие бога возможность творить в свободном времени и когда вы смотрите на эти города на эти технологии на представление того как юницкий все делает просто просто гениально просто и тем не менее с максимальным эффектом понимаешь что есть о чем задуматься есть чему поучиться и возможно есть даже какие-то принципы взять для своей жизни потому что самая инвестиционная технология лучшие характеристики но самая маленькая стоимость меньше всего ресурсов нужно как это возможно суть вещей он не просто создал модернизировал какой-то транспорт он посмотрел а что вообще необходимо человеку 21 века и 20 века и 22 века и из тех показали нужно чтобы строилась везде чтобы строилась любой температуре чтобы работала самостоятельно чтобы прям невозможно было создавать аварийные ситуации там какие-то аварии столкновения и вот он набирал 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 а потом взял из всех технологий собрал это и получилось пучки струн предварительно натянутые у них десятикратный запас прочности для передвижения по нему транспорта металл его можно согнуть скрутить сжать и растянуть вот при растяжении оказалось самое полезное так скажем свойство для того чтобы сделать дорогу и при том что они предварительно натянуты между анкерными опорами крепкими и между ними еще могут стоять если необходимо промежуточные опоры получается эти струны в специальном бетоне которые поглощают шум делают супер стойкими коррозии фиксирует эти струны внутри корпуса рельса и сверху стальная головка рельса по которым идет стальное колесо с коэффициентом полезного действия 99 процентов то есть данная технология это вся дорога не вот эти огромные в 10 слоев в десятки а то и сотни миллиардов долларов подготовлены насыпи вырыты сделана дорога чтобы ехал автотранспорт или железная дорога все и выглядит это в разных исполнениях конечно по разному потому что есть там где необходимы там где 20 миллионов человек город живет там необходимо большая пропускная способность много грузов перевозить поэтому например подойдет жесткий рельс березовая ферма то есть она двойная есть подвесной транспорт есть навесной транспорт внутри еще может быть электроэнергии и информации интернет то есть три инфраструктуры вместе попроще полу жесткий рельс для более меньшего пассажиропотока гибкий рельс для маленьких например городков для маленьких деревень исполнение в колтюбинговой трубе тонкая можно сказать как труба но ее можно будет ставить до 2000 метров дамы и господа представьте 2000 метров в любую сторону на нужной вам высоте обходя все деревья все враги реки уже построены дома вы просто строите дорогу туда куда она нужна и она минимально по ресурсам по времени и по энергии человека затраты чтобы ее осуществить чтобы она начала работать юницкий таким образом продумал каждый уголок своей технологии и ни перед чем не останавливается продает продолжает ее модернизировать потому что даже с таким транспортом можно будет перевозить 200 тысяч пассажиров в час все зависит от задачи и анатолий эдуардович показывает что гибкость и ширина спектра тех заказов которые можем принять практически безграничны то есть буквально еще лет десять и когда у нас появится более опытное так скажем производство уже не три завода будет там 10 заводов какие-то из них прям как исследовательские центры я думаю что не будет места на планете где нельзя будет пробраться либо построить нашу дорогу потому что то как анатолий эдуардович описывает автоматизацию строительства я думаю все видели когда-нибудь на хотя бы фотографию огромный поезд идет и он перед собой роет чистит засыпает и прокладывает прям железную дорогу то есть вот он как идет так идет вот такие же есть роботы еще наверно 80 90 год он представлял которые могут строить струнную дорогу прям ходячий завод на который направлен из санкт-петербурга в сторону москвы направили и он пошел и строит данную дорогу либо с учетом того как работает сейчас искусственный интеллект три вида роботов наземные летающие и на самой путевой структуре то есть если раньше 30 километров кирками и лопатами люди строили то представьте как мы можем в 21 веке развиваться более 20 миллионов километров дорог можно будет построить только за 21 век это мы переймем на себя возможно даже больше 50 процентов всего транспортного рынка сделав при этом планету эффективнее быстрее все затраты уменьшив и абсолютно безопасны еще и является владельцем данной технологии и получая прибыль с каждого проданного билетика с каждого пассажира с каждый перевезенный тонны с каждого килограмма морская с каждого проданного подвижного состава с каждого построенного адресного проекта каждого километра то есть мы делаем один из самых устойчивых бизнесов которые каждый адресный проект будет приносить еще прибыль поскольку часть проекта каждого остается в компании остается у нас с вами у совладельцев компании мы будем совладельцы десятков тысяч адресных проектов по всему миру которые будут приносить прибыль каждый год а наша компания будет успешно проводить эксплуатационные ремонтные работы то есть полный уход за данные технологии за каждым транспортным средством за всеми трассами ведь это наиумнейшие машины и только нашей компании так скажем будет разрешено заниматься так скажем изменением коррекции улучшением вся эта отрасль она в наших руках на мои господа и она создалась благодаря анатолию эдуардовичу и каждому из вас кто хотя бы какую-то часть своей энергии внимание и времени уделяет в данную прекрасную технологию в данное прекрасное развитие и мы действительно освободимся представляете вы на телефоне набираете так я буду вот здесь но хочу отсюда попасть вот туда нажал кнопку тебе показала где ближайшая станция приблизительно сколько тебе до нее идти транспорт уже для тебя по факту поехал потому что система уже все это связала ты приходишь на станцию подходит твой транспорт тебе об этом оповещают и садишься внутрь выезжаешь на главную магистраль и 150 по городу либо 500 600 километров сейчас разгоняясь один раз без остановок передвигаешься в нужное тебе место полная автоматизация новая логистика машинное зрение полная безопасность в две тысячи раз безопаснее чем автотранспорт не может быть ни боковых столкновений потому что все на разных уровнях ни таких столкновений не может быть потому что все транспортные средства все анкерные промежуточные опоры все связано между собой и работают как единый здравомыслящий организм как мы сейчас человечество и та часть его которая развивает инновационные экологические технологии для всех не только для себя таким способом наше транспортное средство становится супер умным защитником и полезным помощником по перемещению а мы в это время можем подремать можем посмотреть в окно на прекрасные виды мимо которых пролетаем со скоростью 600 километров в час по высоте на уровне верхушек деревьев или даже выше это же потрясающее ощущение зная что ты еще это и сделал и вокруг тебя мир не страдает никак от того что тебе хорошо это же так прекрасно когда твоя деятельность твоя жизнь жизнь одного человека либо жизнь всего человечества как единого организма не создает проблем всем остальным живым видом а дополняет ее и живет с ними в гармонии благополучие и изобилие именно такая эта технология именно такие технологии все в серии эко мир анатолия эдуардовича юницкого прошу вас зайдите на youtube анатолий юницкий либо на сайт юни sky . инженер и вы узнаете потрясающую информацию о том какой может быть мир и какой мы его делаем и как я вижу делаем успешно находясь внутри подобного транспорта 250 датчиков даже в маленьком ты в полном комфорте в полной безопасности ты в полном спокойствии ты максимально эффективен хотите ли вы для себя и для своих детей подобный транспорт чтобы наши города и страны были так связаны чтобы через города в город из страны в страну можно было быстро добираться чтобы садясь в данный транспорт вы и ваши близкие не волновались о том как вы доберетесь до своего дома а знали что это самый безопасный транспорт еще и самый быстрый с полным комфортом это будущее которое люди делают совместно и у каждого есть возможность стать частью этого самый активный самый безопасный самый легко интегрируемый самый экологически чистый и самый экономичный транспортной инфраструктуре и дамы и господа вы уже видели видеофотография это не просто идея или концепт это уже работающая технология благодаря каждому из нас спасибо вам большое за то что вы вкладываете свою энергию время юницкой стрим технология и вместе с сообществом людей с компанией sky world community делайте настолько важное дело для всего живого на нашей планете ведь только мы можем изменить тот город который вы только что видели на этот где будет много пеших прогулок где будет много зелени сейчас во многих городах уже отказываются от двигателей внутреннего сгорания нельзя заехать если у тебя машина слишком дымит а это значит что в скором времени у нас города станут чистыми совсем скоро нельзя будет ездить все перейдут на мотор колеса на электродвигатели и получится что в наших городах можно будет выращивать даже продукты питания то есть так как и должно быть там где мы живем делать зеленые крыши зеленые балконы огромная часть пространства которое больше не будет необходимо под автотранспорт чтобы он ездил опасно с огромным еще количеством пустого места для безопасности либо стоял потом часами в нашем городе просто занимал это пространство железная груда на мертвом бетоне это все можно будет поднять можно будет сделать фонтаны можно будет сделать плодовые посадить плодовые деревья кустарники это будет в нашем городе это можно будет кушать вот такие должны быть города и это лишь только начало поэтому каждый решает какое будущее он хочет для своего ребенка для своих будущих поколений для всего человечества или для всего живого если вы чувствуете эту планету так как я насколько много себя вы считаете важным уделить подарить развитию нашего прекрасного мира ведь подумайте если каждый человек каждый день делал минимум одно доброе дело для того кому нужна помощь мы бы через год решили бы все вопросы проблемы которые вообще существуют на планете просто потому что один включился в жизнь другого так мы все вместе как один можем включиться в жизнь нашего дома нашей планеты земля обустроить ее так как нам нравится не так как говорят или делают те у кого огромные активы власть имущие те у кого много денег средств те кто занимаются бизнесом превращает государства в фирмы высасывая их или завоевывая и стравливая как в шахматной игре не должно все принадлежать и решаться только подобными людьми ведь в массе когда людей масса и у каждого есть свое мнение из него явно вырисовывается общее намерение ведь это создает 500 тысяч человек с разным менталитетом с разным жизненным опытом с разными мыслями с разной душой но они все равно объединены объединены жизнью поэтому дамы и господа мы строим жизнь компания sky world community это одна из немногих компаний которая сейчас созидает которая создает которая дает возможности дарит их ведь абсолютно любой человек сейчас в такое непростое время в 21 веке в двадцать втором году после такой пандемии и с происходящим того что сейчас может из любой точки планеты в любом на любом континенте из любой страны на любом языке в любое время с любым другим человеком любой ментальности заниматься созидательной деятельностью помогать создавать помогать улучшать мир инновационными экологическими технологиями для всего живого и при этом еще приносить огромную выгоду за участие за совладение за поддержку даже на технологии и за эту передачу знаний за преподавание можно получать ограничить без ограничений вознаграждение представляете уже более десятилетия так работают проекты по всему миру задумайтесь почему они не во все услышание мы слышим о них когда люди именно сами не ввязываясь ни в какие банковские кредиты кабалы вместе создают то что действительно нужно миру управляют этим делают мир лучше и свою жизнь в ответ у них тоже становится лучше именно такая компания как skyworld комьюнити может дать вам все эти возможности стоит только поизучать ну и конечно тот мир который вы увидите через десятилетия и я чувствую и думаю что точно скажу себе спасибо и спасибо всем тем кто когда-то поверил в гениального ученого и сделал части своей жизни помощь в том чтобы наш мир стал таким как он видит потому что он реально видит очень хорошо очень продуманно очень аргументированно потому что все прочитал уделил всю свою жизнь для нас ради нас ради всего живого поэтому одно из минимальных благодарностей которые можно сделать для анатолия эдуардовича просто прочесть хотя бы один раз что он предлагает и тогда уже принимать собственное аргументированное решение пройти мимо и смотреть со стороны на это развитие мира и на это сопротивление как те кто сейчас у руля пытаются остановить закрывающие технологии экологические технологии не дать возможности людям жить и дышать полной грудью для того чтобы творить потому что такими людьми нельзя управлять такие люди будут помогать друг другу создавать и становиться сильнее skyworld комьюнити именно такое сообщество мы помогаем друг другу становиться сильнее и у всех есть возможность еще до конца 15 этапа стать частью этой мощной семьи стать частью этой технологии стать совладельцем этого самого крупного в будущем бизнеса и просто дать свой часть себя нашей матушке планете из которой мы получились ведь все что нас создало мы скушали а все что мы скушали создала наша планета спасибо и большое надеюсь мы не доведем ее до точки невозврата а действительно с мощной скоростью скоперируемся поделимся даже если сами чего-то не можем но поделимся информацией с другими и прочувствуем что мы действительно самая мощная сила на планете я в этом уверен меня зовут артем курбанов даугов пелс латвия я желаю вам быть здоровыми творить мечтать ничего себе не запрещать а чувствовать свою совесть она поможет каждому человеку действовать наилучшим образом как окружающим людям так и к себе а вас ждет компания sky world community на сайте skyway.capital где для вас абсолютно без всяких обязательств будет предоставлена спустя две минуты регистрации абсолютно вся информация по проекту по документам по новостям по международным встречам по сертификатам финансовые аудиты ведь мы являемся в беларуси например зао струнные технологии одна из самых больших компаний самый большой налогоплательщик беларуси мы создаем действительно производство и чтобы не произошло с миром чтобы не произошло с денежной системой те кто поддержали данную технологию являются совладельцами созидательной деятельности и у нас есть мощности люди и ресурсы чтобы создавать дальше и навсегда изменить положение окружающих людей в сторону благополучия и изобилия чего и вам я желаю а она у вас так и будет раз у вас есть ощущение уделить часть времени своей жизни на наш сегодняшний разговор спасибо вам большое благодарю за внимание пусть растет все благо на что вы направляете это ваше внимание с вами была компания sky world community до новых встреч